Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. Дорогие мои подписчики, дорогие мои гости канала и все, кто проходящий мимо, подписывайтесь на мой канал. Здесь будет интересно, здесь уже интересно и будет еще интереснее. Сегодня я расскажу вам, как можно сделать став, поставить себе защиту от внушения мыслей. Скорее всего, у вас есть в обществе такие люди, которые навязывают свои мысли, просто навязывают, давят на вас. А вам не хотелось бы, чтобы это случилось. Это просто для вас замечательный став. Смотрите, чтобы не допустить манипулирования собственными мыслями, обязательно используйте ниже приведенную схему защитного рунического става, защита от внушения мыслей. Итак, давайте мы ее разберем. Из чего же она у нас состоит, дорогие мои зрители? Итак, конечно же, вот это у нас руночка Манас, она олицетворяет человека, на которого идет воздействие. В данном случае, если вы делаете для себя рунический став, значит это вы. Смотрите, вот ведем наверх, просим высшие силы, вниз. Они нам дают, мы благодарим высшие силы и они нам дают. Вот это руна Манас. Дальше у нас идет руна Ансус. Две руны Ансус, смотрите, вот она идет наверх и вниз, наверх. И зеркальная Ансус, просим высшие силы, они нам дают, мы благодарим высшие силы. То есть вспоминаем, как я вас учила рисовать руны. Ансус, две зеркальные, это обычное положение этого знака. Означает контроль эмоций и мыслей наших. Следующая у нас руна, это Хагалас. Выявление, уничтожение возможного наличия дополнительных психологических программ, разрушающих естество человека. Может также отрубать вредоносные программы, каналы, проецирующие воздействия на личность. Смотрите. Итак, Хагалас. Смотрим, где он у нас находится. Это у нас одна руночка, другая руночка и идет у нас вот эта вот руна. То есть Хагалас. Далее смотрим, следующее у нас с вами руна Тейваз. Это защита от проникновения негативных воздействий. Смотрите, вот она у нас, вот такая вот длинная палочка. Мы просим высшие силы, рисуем наверх. Высшие силы нам дают. Наверх пошло. Мы благодарим высшие силы. Это у нас Тейваз. Следующее, Наутис. Это у нас открывает ясность мысли, показывает стороннее внушение. Наутис. Смотрите, рисуем снизу вверх. Вот такая Наутис. И вот здесь перекладинка вниз. То есть мы просим высшие силы и нам дают высшие силы. Следующее у нас, Отал. Отал, это у нас знак предоставляет осознание. Внушение посторонней программы. Отал, пишем наверх. Просим высшие силы. Просим высшие силы. Нам дают высшие силы и нам дают высшие силы. Вот оно у нас, Отал. Следующее у нас, Лагус. Это смягчающее воздействие на став. Противостояние возможному воздействию. Смотрите, вот оно у нас, Лагус. Ведем наверх. Просим высшие силы и нам дают. Просим высшие силы и нам дают. Далее. У нас с вами Иса. Иса это остановка процесса внедрения сторонних мыслей в мозг жертвы. Иса у нас идет сверху, снизу вверх. Мы просим высшие силы. Следующая руночка у нас, Райду. Это возможность взять события под собственный контроль, подчинение событий собственной воле. Смотрим Райду. Вот оно у нас. Мы просим высшие силы. Нам дают, нам дают, нам дают. И также зеркальное отражение. Мы просим высшие силы. Нам дают, нам дают, нам дают. Все в зеркальном отражении. Следующая у нас руночка. Это Вуньо. Гармонизация внутреннего мира человека. Выведение из подавленного депрессивного состояния. Вуньо. Это руно радости. Мы просим высшие силы. И нам дают, нам дают. Мы просим высшие силы. И нам дают, нам дают. Две руночки. Они повернуты друг к другу. То есть здесь радость и счастье. Турисас. Это приведение в порядок мыслительного процесса. Итак, смотрим. Турисас. Мы просим высшие силы. Нам дают, нам дают. Один турисас в одну сторону. Мы просим высшие силы. И нам дают, нам дают в другую сторону турисас. То есть два турисаса у нас. Которые успешное проведение. Ой, извиняюсь. Приведение в порядок мыслительного процесса. Конечно же тут у нас есть руночка. Ингус. Это контроль над успешным проведением. Приведением задания. Снятие напряжения. Восстановление баланса. Смотрим. И запоминаем, как ее рисовать. Мы просим высшие силы. Мы благодарим высшие силы. И нам высшие силы дают. Нам высшие силы дают. Вот она у нас руночка. Ингус. Дальше. Руночка Ера. Руночка Ера. Конечно же у нас здесь есть руно Еро. Это у нас питание. Какая-то батарейка. Это все рунические формулы. То есть вот руно Еро. Это у нас с вами урожай. Смотрим. Мы просим. Вернее смотрите. Мы просим высшие силы. Мы просим высшие силы. И нам дают. Нам дают. Вот она у нас руно Еро. Я думаю здесь все очень понятно. Ну давайте может быть все-таки мы... Давайте я еще раз вам прорисую все эти руны. Чтобы вы понимали где они находятся. Вот смотрите. Вот у нас Манас. Да? Манас пишется у нас следующим образом. Какие использовались руны? Чтобы вы понимали. Ансус. Ансус. Вот она руна одна. И вот она руночка вторая. Да. Зеркальная. Хагалас. Хагалас у нас пишется. Вот она эта руна. Я вам ее показывала уже. Пересмотрите видео. Давайте я сейчас не буду время уже терять. Хагалас. Следующая у нас с вами руночка идет. Используется. Это Тейваз. Вот она. Дальше. Наутис. Принудительная. Показывала уже эту руночку. Дальше. Отал. Вот она эта руна у нас. Лагус. Вот оно повторяется. Повторяется. Вот оно. Лагус. Зеркальные. Зеркальные. Дальше. Иса. Прямая. Дальше. Райду. Две райды у нас перевернутые. Зеркальные. Дальше. Следующая у нас с вами руночка. Буньо. Это радость. Следующая. Я вам показывала. Турисас. Две зеркальные у нас руночки. Турисас. И. Ингус у нас руночка. Вот такие вот. И последняя заключающая в себя. Это руно Еру. Заключительная. Вот такие вот руночки у нас здесь используются. Я вам покажу. Я это делала на демонстрацию на большом листе. Вы же сделаете это на маленьком листике. Такую можете носить с собой. Руническую формулу. Здесь конечно же есть побочный эффект. Может у вас болеть голова. Которая. Ну в принципе оно быстро проходит. Знаете. Заболела вспышкой. Это. Не пугайтесь. Это нормально. Это вот побочный эффект. Но во всяком случае. Вам никто не сможет навязать свои мысли. Вот с этим руническим ставом. Далее. Я вам каждую руну сейчас оговорила. Вам будет очень легко составить рунический став самостоятельно. Я уже говорила. Почему я не даю здесь оговор к руническому ставу. Потому что вы должны каждый его сделать для себя. То есть не такой вот знаете написанный для всех абсолютно. Для всех он не будет работать. Будет работать только тот став, который вы самостоятельно спокойно напишите. Может быть у вас это займет времени полчаса. Может быть вам потребуется 3 дня, чтобы написать этот оговор. Может быть неделю вы будете составлять. Но после этого у вас этот рунический став будет работать. Не забываем. Мужчины выполняют его в мужские дни. Женщины в женские. У меня есть отдельное видео про это. Посмотрите обязательно. Значит луну мы соблюдаем. Также луна нам важна в этом процессе. Если у нас смотрите это защита. Мы делаем с вами на растущую луну. На растущую луну вы можете сделать этот став. Вы можете его нанести на руку. Вы можете. Но опять таки если на руку вы наносите вот сюда. Вы должны сделать его вот так. Вот таким образом. Как будто бы человек вам рисовал с той стороны. И рука когда будет опущена. Чтобы рунический став был вот в таком виде. А не в перевернутом. Иначе все будет наоборот действовать. Или же все таки нарисуйте на листе бумаги. И носите с собой. Оговорите. Активируйте огнем или дыханием. Это я тоже вас всему учила. В предыдущих видео вы можете это все посмотреть. Я вас всех очень люблю. Я благодарна своим дорогим подписчикам. Гостям канала которые подписываются на мой канал. Что с каждым днем мой канал растет. Не по дням а по часам в общем-то. И мне приятно что у меня на канале умные образованные люди. Которые грамотно и очень умно пишут свои комментарии. Задают вопросы. Обращаются ко мне многие клиенты. Вот очень умные и хорошие люди. Я честно говоря вам за это просто признательна. Мне с вами очень-очень приятно общаться. И в комментариях и по телефону когда мы с вами встречаемся. Я вас всех очень люблю. Обнимаю. И желаю вам всего самого наилучшего в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...